Добрый день, дорогие друзья, с вами Роуз. Это канал VeryHardGameMod. Это Expedition RIM, стратегия прохождения на уровне сложности безумия на хардкоре. Я себе кофейка сделал, будем ебашить всю ночь. Поехали. Так, легион плывет. Так, командиры-то у них нормальные такие. Следующий паф, сколько там? Ну, надо брать вот этого. В любом случае. Так, откроем обзор. Трофеи нахуй не нужны. Не для этого сражаемся. Скажем так, во, вот эта тема. Так. Так. нет коня полная вот подтвердить метнуть пилу мы лосы тепила как только враги окажутся в пределах досягаемости покажите своим легионерам прикажите своим легионерам бросить них пилу мы перед тем как вступить в бой неожиданное вражеское подкрепление у врага в резерве был отряд который он только сейчас вводит ой вы должны предотвратить эту новую угрозу каждый сам за себя контандая веста спонта разбейте строй и сражайтесь по одиночке противник понесет большие потери легионеров погибнет еще больше я нахуй хотя точно описаны все хуйня там надо смотреть по характеристикам это просто описание победа ваш легион одержал победу выберите как вы хотите развивать свою победу организовать погоню хотя проявим милосердие берите в плен раненых или сдавшихся врагов но следите чтобы им больше не причинили вреда некоторые могут согласиться вступить в ряды вашего легион да не хуйня организовать погоню воспользуйтесь своим преимуществом захватывая вражеские позиции убивая убегающих врагов чтобы они не дожили до следующей битвы надо добивать потому что они потом нападать будут какая-то такая хуйня я играл в эту стратегию но я не всю прошел я играл на тяжелом давно как-то эй блядь глаз почесал парень отлично я не всю прошел я только вот этот остров прошел там дальше еще до хуя на хардкоре я играю в первый раз смирение региона ваш легион захватил первый реги ваш легион захватил первый регион в малой азии но мизия еще не усмирена как только легион покинет эти земли враг снова возьмет верх чтобы закрепить за собой власть в регионе вам придется выполнить особые задания по усмирению откройте журнал заданий и выберите усмирение прибрежная деревня чтобы начать его так че у нас там вообще завоевание малой азии выполните задание по усмирению с вами вашими претарианцами вы смирите миссию укрепитесь в малайзии завоюте малайзию после того как вы героически сплотили легионеров во время засады на лесбосе вам под командование отдали леджио виктрикс поручив остановить порядок на острове и правой провести осаду метилена разделяя властвую митридат понтийский заручился поддержкой местных союзников и его армия теперь слишком огромная легионы рима не выстоят против нее если вы надеетесь одолеть митридата сперва вам нужно найти способ построить против настроить против него миссию троаду вынудив их выйти из союза и вывести войска разоблачение предателя разоблачение предателя люди лукула раскрыли личность лазучика предупредившего метилену о наступлении термо им оказался центурион кассий они выяснили что он уроженец труада и как считает лукул он вполне мог вернуться туда в поисках укрытия кассий необходимо захватить и допросить а это уже работа для разведчиков если окажетесь в труаде поспрашивайте местных не видели ли они предателя кассия так усмирение прибрежная деревня вау вау Продолжение следует... Так, ну и сохранимся, хули. Безумие. Переписать. По пиздям с нашими челиками. Ничего не намного расскажут. Вечер в хату. Ничего не расскажем. Ава, легат, если у тебя есть время, я считаю, что этот вопрос срочно требует твоего внимания. Продолжай, у меня есть время. Несмотря на то, что наш легион совсем новый, его воины уже демонстрируют превосходную дисциплину и преданность. К сожалению, какими бы успешными мне были бы действиями, это умиротворение региона требует личного вмешательства. Что значит умиротворение? У нас есть легион, разве этого недостаточно? Достаточно, чтобы захватить территорию, но недостаточно, чтобы поддерживать на ней порядок. Всегда остаются очаги сопротивления. Время от времени будут раздаваться голоса несогласных. Полагаю, это неотъемлемая часть войны. Верно, в конце концов мы имеем дело с людьми. Личное вмешательство, ты хочешь сказать, что мне придется заботиться о каждом смутьянии, который будет нас занимать? Ни в коем случае, тебе нужно заниматься более важными вещами. Однако я бы посоветовал тебе поручить это тому, кому ты доверяешь. Я бы попросил тебя прислать воинов твоей притарианской гвардии под командованием какого-нибудь из твоего личного контурберия. Разве их царь не может призвать им, приказать ему гомониться или что-то в этом роде? Здесь нет царя, запомни, эта страна является провинцией, входящей в состав нашей республики. Когда мы возвращаем себе территорию, нам, к сожалению, неизбежно приходится прилагать усилия, чтобы снова навести порядок в каждом регионе, находящемся под властью Рима. В таком случае, делай то, что необходимо. При всем должном уважении, не я отвечаю за Леджера Виттеринг. Соответственность за принятие решений лежит на тебе, я лишь могу давать тебе советы. Мне все ясно, поставь меня в известность, если возникнет такая ситуация. Запомнили, Гатте, если мы не позаботимся о беспорядках, мы не сможем контролировать территорию, которую мы захватили. Если их современно не потушить, угли мятежа могут разгореться в ревущей пламени. Местные жители вооружились и сумели взять в плен несколько наших легионеров, теперь они грозятся убить их. Как деревенские жители смогли победить и взять в плен обученных легионеров? Ты мне ответь, родимый. Парни слишком давно не отдыхали, это была долительная компания. Легата и у мужчин есть определенные потребности. Их компания, их заманили в публичный дом, а затем избили до полусмерти. Не сомневаюсь, что дома они не захотят рассказывать об этих военных подвигах. Они выдвинули нам какие-нибудь требования. Они хотят, чтобы мы ушли. Мы не можем этого сделать. Действительно, не можем. Легионеры сами виноваты, пусть они погибнут. Я согласен, они заслуживают смерти за свою глупость, но приказывать их должен ты. Мы не можем позволить грекам убивать римских граждан. И отправлю отряд своих претерианцев, чтобы спасти наших людей. Конечно, это задание требует определенного такта и осторожности. Пожалуйста, сформируй отряд с учетом этих критериев. Ава, Легат! Ава, Легат! Всего доброго! Ава, Легат! Балять, Каледа Коцаная. Купаде подвлечись на сладу. Ну, его надо делать крапан и моральность. обзор отряда и легиона на этом экране показан легионеры которых вы завербовали в качестве претарианцев и центуриона своего легиона здесь вы также можете уволить персонажей которые вам больше не нужны уволенные персонажи вернуться полу рекрутов эта строка отображает состояние личного состава вашего легион раненые легионеры вернуться к активной службе после выздоровления пропавших легионеров нельзя заменить пока они или сами не вернутся на службу или не будут признаны погибшими пополнение личного состава легиона используйте кнопку пополнить чтобы пополнить активный личный состав заменив погибших легионеров помните что легион может состоять максимум из четырех тысяч 800 человек и нихуя не понял пока легионеры не нужны тоже наймем эти дешевые этого наймем что нельзя больше эх вот это люто я проебался хотя хотя нецем так мы тут на лута ли всякой хуй не что миск 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 это то нам не подойдет подойдет тоже так вот а вот это ебать мой хуй да ладно вы гоните быстрее вот этот меч вот он бля да ну нахуй все собственно его мы одели гибать вот эта тема так тут щит есть стоп да он убирает эту хуйню а мы вот этот тогда вот этому тогда повесим вот этот он пищу так-то а вместо этого вот этот а тут у нас купировать может принципе да ну нахуй не надо так-то нет принципе я все равно в первой стойке всегда дерусь и ой-ой-ой и деду крит не нужен нахуй а одеяние так самых слабых сначала оденем ну да деда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и так хп в принципе дохуя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Содин процент шанс Крит вырастает А у нас как раз второй скилл открыто Охуенно Охуенно Блять Так еще и есть еще на Крит Так сколько Это ни хера Охуенно Охуенно Ну да Вот это полезный кстати скилл Субтитры создавал DimaTorzok эх ебать а это начал на тут все четко блин сложно я поставлю на паузу пока чтобы не утруждать вас все этой хуйни короче я делах последнему писку моды скажем так а вот этого щелика а он у нас и так есть уже экипировал всех по последнему так сказать последнему вызов о блять короче хуйни уже не свою я просто устал так подождем сутки ща коледа восстановится он пойдем а толк мостову мой оптывай фестайки засвеем сейчас пожалуй так сохраним безумие 2 пожалуй и когда играл stalker жизненно научила сэйвиться нет пока сюда что ли сгоняем вот что то есть болеть только все ходил где бы не были не бывали в малой азии и дорогах вам постоянно попадаются торговцы для жителей этих земель весь мир рынок а люди в нем клиенты сегодня кто-то продают необычное вино возможно стоит его попробовать потратить 80 динариев на вино при тарицах и выбить конечно бесцветное вино оказывается легким и сладким она оставляет после себя странный привкус а а аниса вам это вино не особо нравится а вот при тарианца похоже довольно а а вскоре они начинают делиться с друг другом неловкими детскими историями о любви и расставании настроению всех на подъеме когда фляжки пустеют все неожиданно смотрят на вас но еще потратил к сожалению вскоре вы замечаете что они и всему что от вина всем очень хочется пить блять запасы воды запасы воды восстановлены сейчас должны быть не это игра шедевр делали гении так чё там калейдата блять выздоровела юлия калейдат так ну воевать чё а сейчас секунду продолжаем еще надо сохранение опять сделать я там короче шмотки новые обновку сделал так ну о ништяки крошечная деревня при пир прибрежная деревня крошечная деревня на краю света стоит возле небольшого пляжа это весьма идеалистическое место нетронутой войной до этих вот блять смысле а я хочу понятие блять попробуем какая-то хуйня ну погнали ай блять дополнительные задания ебаные я их не переодевал это вообще бля щеклы чё тут надо сделать да блять попытаемся хули где наш командир блять бравы сюда это кто лучше сюда и вот так поехали вряд ли я это пройду я сейчас попытаюсь но я даже стараться не буду это дополнительные задания точнее нет я постараюсь конечно ребят об то есть пробег не по мы мы Продолжение следует... 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 попиздим за север я рад приветствовать тебя не могу ли я заинтересовать тебя прекрасными изделиями из бит из металла изготовлены местных мастерскими меня зовут иван фури роуз как я могу тебя называть двое меня зовут поэт твоим указывает на то что это выдающийся личный меня большая честь познакомиться с собой ты кузнец или жрец это и другое жрец гефеста бога плотников мастеров ремесленников кузнецов я считаю что для того чтобы поклоняться гефесту клеотекну нужно практиковать хотя бы одну из ремесел я стараюсь практиковать их все если ты поклоняешься гефесту что ты делаешь в храме аполлона хоть я посвятил себя храмому я люблю аполлона и восхищаюсь им они оба боги творения искусства и красоты здесь нет храма посвященного гефесту но его ремесло каждый день он служит людям во имя всеобщего блага ты сказал что продаешь предметы изготавливаю местными мастерами и не тобой я бы не стал продавать то что делаю сам мои руки и все что они создают принадлежит гефесту я бесплатно раздаю свои изделия тем кто в них очень нуждается но мне тоже приходится зарабатывать себе на жизнь я торгую некоторые из этих вещей мне подарили другие я купил чтобы потом продать что именно ты продаешь изысканные украшения прочные инструменты острое оружие предметы гордости и важности хочешь взглянуть ты продаешь материала для изготовления оружия айвуд и фрил ту партвит сама в моем материале был бы счастлив расстаться с литрами из моих материалов для меня это обязательно обязанности наслаждение способное развитию кузнечных ремесел он в ту за его инструмент у меня доставки сколько тебе нужно а блять и нужен хорошо сбалансированный конечно у меня такой найдется тебе не разочарует качество мой товар а дэд хуйня блять это только вид конечно не очень они у меня какие-то все желтые что ли игр с сокрушить его не сокрушить с кем ты говоришь со стариком стоящим рядом с тобой с наименитым сокрушителем я уже очень давно никто так не называл постой что сокрушитель ты не шутишь это же наверняка и оба фрид нот а нафиг гуд это кем от их отним а гречу яман а у нас даман крошера валика насос обманщик и не хочу нанимать тебя я хочу тебе там си я очень много вопросов торопись и расскажи мне кто-то курить играть с андиокла сына диодора метатель коровы копья и борец панкратиона чемпион коса диодора ты его внук он все еще жили здесь стена на дворе превратила его в шелуху от него человека которого когда-то был действительно все еще жив обманщик сокрушитель это твое прозвище синие раньше я был борцом и довольны неплохим я представлял свой родной город галия герас на олимпийских играх основном с честью может ли она с честью что ты знаешь о чести ты за тебя страдает ты участвовал спортивных состязаниях до того как меня продали в рабство я был чемпионом у себя на родине меня обожали меня завидовали никто не осмеливался бросить мне вызов особенно если дело оказалось спешили панкратиона пока мой дед не встретился с тобой тебе пришлось чтобы свой свой присвоить лаву и богат я сделал то что у меня было велено я был молод и думал что прославлю свой город на ней ты был гладиатором на ты не похож на гладиатор как ты выжил это было очень давно без тебя не было гладиатором я была летом выступавшим олимпийских играх а я сен-фристили лк свободный я видел как свободные граждане сражаются на арене застязался за приз на своеобразной арене как гладиатор ты хочешь отомстить пигрос или окраски сокрушитель должен был бороться на игре с моим дедом все знали что он проиграет так как диодор был величайшим борцом за всю историю коса он был грозным против честно говоря впервые в жизни я боялся проиграть не отправили на игры и сказали возвращайся с победой или не возвращайся совсем позволь я угадаю ты победил диодора и теперь этот парень хочет взять реванш не совсем я даже не боролся с ним я украл кресту что ты сделал вот этого я никак не ожидал я не согласен с такой характеристикой я украл только однажды это не вошло у меня в привычку ты должен знать молодой человек в результате моих действий были аквиз был исключен из союза я заплатил мне сказали что тебя измали и продали в рабство но все это не восстановит честь моего деда приз принадлежит моей семье верни его это же так просто отдай ему награды это же так просто отдай ему награду и мы продолжим путь это было так давно даже если прессию еще в гелиагросе мое изгнание никто не отменял меня туда не пустят возможно тебе его деду стоит снова устроить поединок чтобы свести счеты я пигрес принимаю вызов от имени своего деда дряхлый старик который сейчас едва может шевелить пальцем но ты можешь считать меня продолжительным его дела постой пигрес профессиональный борец в просвете сил синерос каким был грозным он не был он все же старик у него нет шансов против пигреса это нечестно ты прав центурион ну и что возможно так и должно быть именно так я наконец расплачусь за свое преступление блять тогда давайте сделаем все по-честному я буду представлять мрс зачем мне с тобой бороться не имеешь к этому отношению если 7 раз никак нанес мне обиду значит синерос и должен бороться может я не знаю ваши обычные но я знаю кто то ты борец зеодора тогда признай меня как борца синероса что ты думаешь синерос это моя схватка я должен ответить за преступление но если бестия настаивает я соглашусь он в чем-то право в тебе не нужно делать это ради меня бестия я не знаю что сказать говорить тут ничего но ты бы мог поболеть за меня пигрес борец приготовься посмотрим что гладиатор знает о панкратионе он вообще щакали чем сделает блять где же твоя хмылка борец так радовался минуту назад это все на что-то способен это еще не конец давай вести хорош прогиба кино сломал бы ключицу плохо работаешь ногами давай поднимайся хватит это слишком больно то победил моему и числа хотя в ебальник прописал пожалуйста уходи я душ подумать олимпийц так счетам серый столкнулся с пигресом ну кому то это блять понятно так дальше сейчас попиздим со всеми и вообще надо тут полазить еще тут ваще есть что-то ни одного ящика что ли нету скачаем я пропущу свое похождение роман офицер офицера моем храме я феофил верховный жрец аполлона с твоей стороны было глупо приходить сюда учитывая что мы находимся в состоянии войны но я не пролью твоя кровь перед аполлоном алексиандресом как мило с твоей стороны я хочу обсудить ваш союз с митридатом твой легион незаконно оккупировал лесбос вы должны немедленно уйти иначе царь митридат уничтожит вас мы не захватчики мы освободители мы освобождаем малую азию от пантийских захватчиков мой предшественник при коне маро был отменом правителем который не дает и не заботился о желаниях своего народа вы римские псы думаете что можно просто сидеть на своих шикарных виллах и указывать как должны жить люди до 100 лит а вас хватит при поддержке пота я свергну тиранию рима сбросил с престола хныкающего подхалима маро и люди меня за это любят они любят митридата понтийского прекрати поддерживать митридата и мы назначим нового наместника мизии подал и же рассмотрим возможность оставить тебя в живых мусси ауте бригинту контуз никогда меня все бракан никогда мизии всем обязана понт наше клятва клятва верности альянсу никогда не будет нарушена кажется нам больше не о чем говорить мне тоже кажется вот пидор а скипнем похождения но тут кто-то стоит плядь я ничего там так иди сюда пожалуйста мне нужно поговорить с тобой спасибо что заглянул ко мне ты стратег крымского легиона верно я видела как вы разговаривали с феофилом мой титул легат стратег это греческое слово конечно пожалуйста прости меня легат мой муж я зовут зенобия вдова приконе намара законного наместника мизии которого убил феофил сожалею твою тратит госпожа что я могу для тебя сделать умоляю тебя помочь еще осталось много союзником среди влиятельных людей мизии если ты поможешь мне убить феофил взамен я обещаю разорвать союз планов ты просишь меня убить его мне неприятно это слово но по сути да у тебя есть план действий нет насилия тебя есть доступ к его еде возможно я смогу добыть я начал знает не знаешь что я на него обижен на многие жильцы обеду возможно кто-то из них может обмануть или запугать чтобы кого-то можно обмануть короче блять можешь придумать способ заманить его в укромное место время от времени у него бывают такие встречи как у любого политика может быть удастся каким-то образом заставить его думать что царь мидридат хочет тайно с ним встретиться если у него есть способ связаться с войсками понта мы могли бы попробовать свои силы в изготовлении подделки может мне просто напасть на него прямо храме нельзя первым наносить удар если люди восстанут против нас я не смогу восстановить порядок на сколько хорошо ты его знаешь у него есть какие-нибудь слабости которыми мы могли бы воспользоваться они друзья возможно кто-нибудь здесь в этом храме сможет дать тебе то что но я посмотрю что можно сделать благодарю тебя легат мой муж был верным слугой его не был совершенен но искренне заботил о своих он заботился о своих вот он не заслужил того чтобы его привезли ночью как домашнюю скотину короче заселимся часть долгой получилась нудной простите дорогие друзья так безумие 2 перекрошу в общем с вами был роуз всем спасибо кто это смотрел всем удачи всем пока только роуз только хардкор